Дорогие лекарства, качественная еда, новая одежда. То, что недоступно многим крымским пенсионерам. В этом году им установили прожиточный минимум 8 410 рублей. Нам ничего с мужем не хватает. Помогает сын. Все, потому что на лекарства. В основном лекарства и питание. Все. Мы не одеваемся. Вот так уже. Вы знаете, наш человек уже настолько адаптировался к окружающей, как говорится, среде, что каждый пенсионер выбирает себе то, что ему самое необходимое. Конечно, не поедешь куда-то, куда захочешь. Мы не можем себе этого позволить. Половину пенсии крымчане тратят на еду. Исключение военной. Их денежная помощь порой в разы больше. В Крымстате подсчитали, за месяц житель преклонного возраста отдает за продукты не менее 3800 рублей. Вторая по величине статья расходов в коммунальные платежи. На них уходит минимум треть, а у некоторых и половина пенсии. Труднее живется тем, у кого нет централизованного отопления. Вот если так брать, 10 тысяч топлива, тонна угля 9 тысяч 50, а вот у нас по 9 пенсия. Ну вот даже по нашей улице, у мамы больше, конечно, а по 9 тысяч. Вот она говорит, вот наша знакомая говорит, я тонну угля я не могу взять. И она включает электричество, нагревает. Мы подсчитали, что же может позволить себе крымчанин на минимальную пенсию. Купить недорогие продукты, заплатить за жилье, приобрести лекарства, но дешевые. И сходить в парикмахерскую можно и дважды. Каждый третий житель полуострова – пенсионер. В целом это почти 700 тысяч человек. Крымское управление статистики утверждает, средний размер страховой пенсии по возрасту составляет 12 тысяч рублей. Но какое расслоение кроется за средними показателями – неизвестно. Эту информацию не обнародуют. Зато крымчане пишут на тематических сайтах, что пенсии среднего размера и в глаза не видели. Откуда взяты цифры в 12 тысяч рублей крымской пенсии? Моя пенсия при стаже в 28,5 лет после всех индексаций и доплат – 8,100. И на работу не принимают. Говорят, старая – 57 лет, а опыт, образование и так далее никого не интересует. У мамы была пенсия 8,400, при стаже – 30 лет. После последней индексации в феврале, которая предусматривает повышение пенсии, получила 8,100. Это вообще что? И как это объяснить? Брешете вы все. Как люди получали 8 тысяч, так и получают 8,200 и не более. А недавно было вообще 7,900. Кому лапшу тут пишут – непонятно. Нам все же удалось встретить тех, кто не жалуется на пенсию. Но размер своего пособия они предпочитают не называть. У каждого свой стаж, у каждого своя работа и у каждого свои ценности. Один страдает, что у него нет машины и что у него еще каких-нибудь благ нет. А другой радуется, что были все более-менее здоровые. Мне грешно жаловаться. Мы вдвоем с мужем потихонечку. У него очень большой стаж, я хорошо отработала. Мы не обижены пенсией. Хватает на все. Хватает на все, потому что небольшие запросы. Мы непритязательные. В таком возрасте нужно немного. Недовольные крымчане жалуются на подорожание продуктов. Мол, были бы при нынешних пенсиях цены трехлетней давности. Можно было бы жить. Но в сравнении с 2014 годом те выросли больше, чем в два раза. Растут цены, если бы хоть овощи сдерживались. В 2014 году еще как-то держалось, а потом пошло в рост. И получается как? Пенсии и зарплаты у нас вроде как социалистические, ну как можно так сказать. А цены у нас капиталистические. В июне крымских пенсионеров ждет падение уровня жизни. Ведь некоторые коммунальные тарифы вырастут на 15%. А пенсии в лучшем случае меньше, чем на процент. Александра Славина, Владимир Нестайко для Крымреалии.